В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Участники танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс» снова стали призерами чемпионата России. Все эти свои победы, яркие выступления вы не просто доставляете людям удовольствие, вы славите Ленинский округ. Видномская поэтесса Левтина Пестрякова представила свою новую книгу «Курган судьбы». Я проникнулась своим детством, тем временем, тем настроением людей. В муниципалитете отметили День воспитателя. Все на высоком уровне. Замечательное учреждение. Мы всегда восхищаемся и гордимся вами и вашей работой. Звездный вальс. Самый известный и титулованный танцевально-спортивный клуб Ленинского городского округа стал призером чемпионата России. В связи с этим уже на малой родине состоялось чествование коллектива победителей. Из рук главы округа Алексея Спаскова они получили награды, которые стали свидетельством признания их заслуг перед муниципалитетом. Поздравил ребят и их руководителя и наш корреспондент Максим Козлов. Поддержки, награда, нашла свои герои. К награждениям этим ребятам не привыкать. У каждого из них немало кубков и медалей, завоеванных на самых статусных соревнованиях. А вот получать награды из рук главы муниципалитета для многих из них опыт совершенно новый. Все эти свои победы, яркие выступления, вы не просто доставляете людям удовольствие, вы славите Ленинский округ. Люди узнают, что есть такая территория, и вы позволяете нам собой гордиться. Позвольте вас еще раз поздравить и пожелать, чтобы вот этих ярких выступлений в вашей жизни еще было там тысячи раз. А таких звонких, оглушительных и для нас приятных побед тоже было тысячи, тысячи, тысячи. Поздравляю. Почетные грамоты и благодарности главы Ленинского городского округа – это признание профессионализма и опыта этих совсем еще молодых ребят. Глядя на их легкие движения и не догадаешься, что третье место на чемпионате России по спортивным танцам далось им очень нелегко. Так как после пандемии все расслабились и все потеряли свою форму, нам приходилось это в ускоренном и в сжатые очень сроки восстанавливать свою форму. Поэтому у нас были изнурительные тренировки, которые длились по 8-10 часов каждый день на протяжении трех недель. Танцевальное направление под названием «Формейшн» – довольно сложное действие, в котором участвуют сразу несколько пар. Своё выступление ребята сделали по роману Льва Толстого Анна Каренина. Идею номера подсмотрели на одноименном мюзикле. Главный постановщик этого мюзикла – Ирина Корнеева и помогла ребятам с номером. Обычно мы танцуем только в парах, и каждый отвечает за своего пара, за своего напарника. Здесь у нас была целая команда из восьми пар, и мы должны были как единое целое танцевать большую постановку Анны Каренина, на которой был заложен драматический смысл на основе легендарного литературного произведения. Ребята стали бронзовыми призерами чемпионата России, уступив лишь чемпионам и вице-чемпионам мира. Таким образом, почетное третье место стало еще одной важной для клуба победой среди других достижений. В прошлом году мы стали чемпионами Москвы, детская категория стала чемпионами России. В этом году мы решили продолжить, улучшиться. Также стали чемпионами Москвы. А на Россию для нас это такой первый этап, потому что у нас вышла именно взрослая команда, и мы соревновались с командами, 20-летними чемпионами мира и так далее. Поэтому для нас то, что мы были на одном паркете с такими выдающимися танцорами, конечно, это дорогого стоит. Федерация танцевального спорта России отметила коллектив как самый яркий прорыв года, а наши спортсмены, вошедшие в тройку победителей, получили путевку на чемпионат Европы, который должен состояться этой осенью в Германии. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Представители общественного движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее» в рамках адресной помощи подарили семье Наталье Кениной современную инвалидную коляску. Жительница поселка совхоза имени Ленина воспитывает 14-летнего сына Андрея. У мальчика серьезный диагноз – детский церебральный паралич. Срок эксплуатации прежней коляски давно вышел, а приобрести новую стоимостью 138 тысяч рублей финансовое положение семьи не позволяло. При открытии центра «Вера» на розелке, если вы знаете, нам дарили такую же коляску, только она у нас домашняя, рейсер она называется. Но она очень тяжелая, то есть она 30 килограмм в подъеме, это 20 килограмм. И то есть нам ее неудобно просто было спускать. Два раза мы спустили ее и больше не смогли. Так что он теперь у нас только дома в ней сидит, а вот это как прогулочная у нас будет теперь. Специализированная инвалидная коляска повышенной комфортности в соответствии с необходимыми размерами и соответствующими в форме ДЦП ортопедическими параметрами. Она просто и компактно собирается, легкая, обладает повышенной проходимостью и устойчивостью. К тому же модель предусматривает надежную фиксацию ребенка в кресле и позволяет регулировать глубину сидения и высоту подножек. Ребенок растет, ребенок в росте, в весе. И нам вот эту коляску, на которую он сейчас ездит, нам дарили ему лет 5, ему было 6. И то есть муж ее уже менял. То есть подшипники менял, шурупы, то есть она уже все, она эксплуатация вышла. То есть все это очень подарок и очень высокая. По весу ребенка, то есть он как будет набирать, она до 120 килограмм. Теперь Наталье вместе с сыном станет намного удобнее перемещаться и совершать прогулки на дальние расстояния. 27 сентября в России отмечается День работников дошкольного образования. По этому случаю администрация муниципалитета отметила профессионализм сотрудников Винновского специализированного дома ребенка. На торжественном мероприятии собрались руководители, воспитатели, медицинские сестры и другие работники учреждения. Кроме медицинской деятельности, дом ребенка занимается образованием детей с самого раннего возраста. Безусловно, отметили и труд, который выполняется, и коллектив, и руководители. Все на высоком уровне. Замечательное учреждение, мы всегда восхищаемся и гордимся вами и вашей работой, и вашими сотрудниками. Низко-низко кланяюсь вашей профессии. Желаю вам всего-всего самого доброго, вам, вашим семьям, здоровья, вам счастья, благополучия, успехов. Мира. И спасибо вам еще раз. Очень огромное спасибо за вашу работу. Сейчас в доме ребенка работают два педагога-психолога, шесть логопедов и 25 воспитателей. Нужно просто помогать детям. Нужно, чтобы кто-то за нашими детьми следил, наверное, любил, тепло приносил, ласку. Особенно нашим детям, которые как бы все-таки мы для них мамы. Одновременно в учреждении могут находиться более ста детей. В этом году, благодаря губернаторской программе развития здравоохранения, здесь появился новый лечебно-административный корпус с приемно-карантинным отделением. Мы получили прекрасное современное здание, где будут боксированные палаты для приема детей в любое время, круглосуточно. Мы получили плавательный бассейн, водолечебницу. Ну, естественно, безусловно, кабинетные системы для сотрудников, которые занимали групповые помещения в главном корпусе. В следующем году «Дому ребенка» исполнится 80 лет. Талантами богат видновский край поэтесса Алевтина Пестрякова в свои 82 года решилась на серьезный эмоциональный поступок. Воспоминания тяжелого военного детства она изложила на бумаге. И на днях в библиотеке Горок Ленинских состоялась презентация книги «Курган судьбы». На мероприятии собрались близкие люди и единомышленники поэтессы. Среди них была и наша съемочная группа. Подробности в репортаже Юлии Поготьян. Жительница Горок Ленинских Алевтина Пестрякова писать стихи начала еще в школе. Это было тяжелое послевоенное время и увлечение отошло на задний план. Юной девушке пришлось рано начать работать, чтобы прокормить семью. К творчеству она вернулась в зрелом возрасте. Мне во сне пришло стихотворение. Я его во сне писала. И писала, наверное, его две ночи. Идет он у меня, я встаю и ночью записываю. А потом я завела животных и бросила это все в стол. Положила, что писала. А в 2003 году меня пригласили в Лито. Говорит, здесь одна женщина жила. Она говорит, я читала твои стихи, ты пишешь хорошо. Приходи к нам в Лито. В Видновском литературном объединении имени Шкулева Алевтина Георгиевна и издала свой первый сборник стихотворений. Пишет пенсионерка на разные темы. Сегодня в ее коллекции около 300 стихов. На создание рассказа о военном детстве, которое прошло в Сталинграде, решалось долго. Процесс эмоционально тяжелый. Но коллеги убедили пенсионерку изложить воспоминания на бумаге. Так и пополнилась ее коллекция второй книгой «Курган судьбы». Я проникнулась своим детством, тем временем, тем настроением людей, теми бедами. И в то же время они как-то старались что-то сделать хорошее. Ну и мы выстояли. Презентация новой книги состоялась в торжественной обстановке в стенах Горкинской библиотеки. Мероприятие посетили близкие друзья-поэтессы и почетные гости. Поздравительный адрес от председателя Совета депутатов Ленинского городского округа зачитал его заместитель Валерий Черников. Это большой вклад в развитие воспитания, патриотизма, ценности у нашей молодежи. Поэтому только приветствуется, что люди не безразличны, что они проявляют себя и свое творчество и талант на благо Ленинского городского округа. Спасибо таким людям большое. Ко всему прочему, Алевтина Пестрякова пишет песни. Приходит к руководителю хора, где сама выступает, и напевает мелодию. Благодаря творческому тандему удалось создать 8 музыкальных композиций. Хор существует 14 лет. И с первого дня Алевтина Георгиевна участник и солистка хора. Ну что можно сказать? Во-первых, человек очень активной гражданской позиции и жизненной. И ее оптимизм, активность вот эта и заслуживает уважения, и заражает других. Презентация прошла в теплой, доброжелательной обстановке. Алевтина Георгиевна делилась воспоминаниями из детства и вместе с друзьями пела свои любимые песни. Юлия Погасян, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видно этого. Эдуард Стрельцов в середине прошлого века – кумир миллионов советских людей. Человек, чье выступление на чемпионате мира и встречу с Пеле ждала вся страна. Сегодня он по-прежнему остается одним из лучших игроков советского футбола. Картина Ильи Учителя Стрельцов должна была выйти еще весной. Но в связи с пандемией премьера состоялась только сейчас. Наша съемочная группа узнала мнение о фильме у его первых зрителей. 24 сентября в кинотеатре «Искра» состоялась премьера фильма Ильи Учителя Стрельцов. В первые дни показа увидеть на большом экране историю известного советского футболиста решили спортсмены мотобольного клуба «Металлург». Сериал смотрел и очень увлек. И этот фильм много рекламируют. И хотел его посмотреть. И вот такая получилась возможность состоялась сегодня посмотреть. Наблюдать за взлетом, падением и триумфом Эдуарда Стрельцова интересно каждому. Знакомые с историей спортсмена смогли оценить видение режиссера, а другие заинтересовались личностью. Спортсмены «Металлурга» остаться равнодушными не могли, ведь футбол фактически старший брат мотобола. Когда людям объясняешь, что такое мотобол, проще всего сказать «футбол на мотоциклах». Поэтому как минимум этими словами связан. И тем, что это тоже комбинационная игра, как и в футболе, поле ворота одинаковые. На протяжении последних лет кино о спорте все больше набирает популярность. Мотобол – это симбиоз футбола, хоккея и мотоспорта. Фильм о Валерии Харламове имел большой успех. Выжидшие в этом году Стрельцов уже оценили наши спортсмены. Остался мотоспорт, и посмотреть на это было бы не менее интересно. Про кого бы сняли? Ну, я думаю, про легенд, про мастодонтов мотобола и про нас, молодых. Он про Ваню Кричтопов, уважаемый фильм целый снять. Но пока о футболе. Судьба Эдуарда Стрельцова драматична. В ней можно увидеть и огромный талант, и обстоятельства, в которых гению советского футбола довелось провести жизнь. Главную роль в фильме сыграл Александр Петров, а его партнерами стали Виктор Добронравов и Александр Яценко. Артистам удалось как нельзя лучше раскрыть своих персонажей. На уровне СМИ и телевидения преподносили, конечно, такие факты, что трудно было отрицать. Я, честно, не верю этому, потому что действительно был суперталантливый футболист, суперталантливый. Может, это был бы второй пиле. Всего семь лет прошло с момента, когда легенда номер 17 задала тренд на спортивное кино. Фильм «Учителя Стрельцов» демонстрирует, чего за эти годы удалось добиться. Полетами мяча и игровыми комбинациями в нем можно наслаждаться по-настоящему. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.